всем привет сегодня хотелось бы поговорить о будущем экономики российской федерации из-за тех санкций которые на нее наложили из-за тех санкций которые наложено не в будущем из-за эмбарго на энергоносители такие как газ и нефть и что чему это приведет точнее итак поехали данная информация взята из достоверных источников нефтяная рокировка переориентация на китай не спасет россию разница цен на цену барреля нефти бренда бренд и уралс добываемого в россии приближается 30 долларов несмотря на это трейдеры сталкиваются с большими трудностями с реализацией российской нефти на спот рынке настоящий момент в море находится несколько танкеров с 22 миллионами баррелей российской нефти которые докеры различных европейских портов просто отказываются разгружать из-за тех санкций которые наложили над всем рынком висит неопределенность связи с возможным введением эмбарго на поставки российской нефти успокоительные теории российских сми согласно которым российскую нефть в любом случае продолжит покупать китай не должны никого вводить в заблуждение с большой долей вероятности в случае если китай не присоединится к эмбарго он будет покупать российскую нефть с огромной скидкой он это китай те объемы которые ранее китай покупал у других источников будут скупаться странами запада отказавшимися от российской нефти в результате такой рокировка выигрывает китай страдает россия и запад не несет никаких потерь германия откажется от русского угля до осени и от нефти до конца года министр экономики германии оптимистично смотрит на перспективы освобождения своей страны от российской энергетической зависимости каждый день фактически каждый час мы говорим до свидания импорту из россии сказал министр от партии зеленых в интервью франкфуртер альгей майне зонта к сейцу тунг если все пойдет как задумано к осени мы будем независимо от поставок российского угля до конца года почти независимо от их нефти сказал роберт хавек от этого страдает лишь россия и российская федерация с газом все сложнее потому что у нас нет собственных мощностей для приема сжиженного газа добавил министр но мы можем это сделать ситуация большого давления он сказал что в скором времени отправиться страны производителей сжиженного газа в норвегию и китар мы должны увеличить наши возможности импорта в ближайшей перспективе с сжиженного газа в дальний водородного топлива издание сообщает что федеральное правительство уже объявила о плане строительства предприятия по приему сжиженного газа в устье эльбы 80 километрах от гамбурга тем временем министерство энергетики азербайджана заявила что у них есть достаточно запасов газа для поставок в европу и при необходимости баку может увеличить поставки газа в соседние страны мир давно понял что пора избавляться от той зависимости от углы нефтяной и газовой на которую их подсадила российская федерация и они с этим справляются с большой долей успеха кстати в америке и канады это успешно получилось а также великобритания идет к этому с большим успехом то не питчерс приостанавливает работу в россии по сообщению издания варете компания sony pictures entertainment заявила что приостановлю от деятельности в россии из-за войны в украине ранее компания приостановила выход своих фильмов в том числе картины морбиюс в прокат в россии мы поддерживаем многие предприятия по всему миру которые в настоящее время приостановили свою деятельность в россии и поддерживаем гуманитарные усилия которые в настоящее время осуществляются в украине струют цитируют варете председателя и главного исполнительного директора компании тони винчи керу ранее работу на российском рынке приостановили другие подразделения японского концерна sony playstation и sony music а также новость которая шеломила наверное всех в россии начали угрожать нато заместитель главы министерства иностранных дел россии сергей рябков заявил что конвои своей на помощь от нато для украины могут быть атакованы российскими войсками по его словам рф предупреждала сша о том что накачка украина вооружением опасный ход поэтому конвои являются для рф законными целями это слова настоящего террориста как по мне а как вы считаете напишите в комментариях свои мысли по этому поводу ранее генеральный секретарь нато йен столтенберг сам предупредил рф что кремль столкнется с последствиями если попробуют атаковать конвои своей на помощь для украины и я практически верен что этот ответ будет очень и очень жестоким для российской федерации лидеры европейского союза заявили что разработали новый набор санкций против россии блок заявляет что союзники будут стремиться приостановить права членства москвы ведущих многосторонних финансовых организациях включаем в ф и всемирный банк глава исполнительной власти евросоюза президент еврокомиссии урсула фон дер лайн заявила что арсенал санкций уже начал сказываться на экономике россии вы видите что рубль находится в свободном падении он потерял более 50 процентов по сравнению с евро сказала она вы видите что процентные ставки в россии стремительно растут вы видите стремительную инфляцию заявление опубликованном после саммита фон дер лайн заявила что четвертый пакет санкций еще больше изолирует россию и истощить ресурсы которые она использует для финансирования этой варварской войны и с будет работать в тесном сотрудничестве со странами большой семерки чтобы усилить давление на москву есть откажет россии в статусе наибольшего благоприятствования на рынках и с это аннулирует важные преимущества которыми россия пользуется как член в т.о. всемирной торговой организации российские компании больше не будут пользоваться привилегированным режимом нашей экономики фон дер лайн добавила что западные союзники также будут стремиться приостановить членство россии ведущих многосторонних финансовых организаций включая международный валютный фонд и всемирный банк мы позаботимся о том чтобы россия не смогла получить финансирование кредиты и как или какие-либо другие выгоды от этих учреждений добавила фон дер лайн среди возможных новых мер против россии и союзника беларуси обсуждается отключение всех их банков от свифт полная барга на импорт ископаемого топлива из россии аналогичная барга введенному вашингтоном что же касается санкции премьер-министр италии марио драги сказал что уже введенные являются очень тяжелыми и были приняты всеми странами членами без колебаний и они могут стать еще серьезнее и тяжелее ну и последнее у российских сми окончательно снесло крышу и они несут полную чушь официальная тв россии сообщает россию атаковали украинские утки и крапку с патогенами российские официальные сми продолжают брать все новые пропагандистские высоты примером стала сенсация члена члена комитета госдумы по экологии тимофея баженова по тв вещают следующее повышенный интерес вызвали утки вылетающие с украины изучение миграции диких птиц это разведданные изучение диких птиц использовалась целью занесения патогена на нашу территорию на территорию российской федерации и последнее что хочу сказать что похоже не все так хорошо с головой у ведущих российских сми и не только